В Литве к среднему классу можно отнести только 10% жителей, считают экономисты. В развитых странах эта часть составляет 30-40%. В Швеции эта цифра составляет около 50%. Нам стало интересно узнать мнение самих жителей Вильнюса. Как они считают? Какова прослойка среднего класса в нашей стране? Ну если в среднем, то 30-40%. По статистике только 10? 10? Ну грустно немножко. Ну меньше половины. Ну например, как? Одна треть. 30%? Да. Я с ним раем. Среднего класса уже нет. Он уничтожен. Я бывший учитель. Когда-то я принадлежал к среднему классу. Кстати, специалист в области экономики Гитана Сноуседа считает, что в нашей стране в средний класс входит около 20% жителей. Но и это количество необходимо увеличивать. Для создания среднего класса необходимо проводить дружественную политику по отношению к бизнесу и инвестициям. Это даст возможность зарабатывать не 450 евро в месяц, а в 3-4 раза больше. Например, в таких областях, как IT-технологии, сфера услуг, консультационная деятельность. Такие средства, как повышение необлагаемого налогом минимума и увеличение минимальной зарплаты, призванной несколько облегчить жизнь людей с небольшими доходами, не позволят, тем не менее, построить средний класс. В первую очередь, необходимо поощрять бизнес и инвестиции. Однако, такого не происходит, уверяет экономист. В качестве примера Гитана Сноуседа приводит практику, применяемую в Эстонии более десятка лет. Освобождение от налогов на прибыль, реинвестированного дохода предприятия, когда бизнесмен вкладывает полученную прибыль в расширение производства, либо в новые технологии. Это стимулирует инвестиции, а в итоге больше налогов идет в казну. Такая льгота остановила бы и отток капитала в Эстонию. Премьер положительно оценивает данную инициативу, однако основное препятствие состоит в том, что введение льготы сейчас повречет за собой повышение налогов в других сферах, так как надо будет компенсировать расходы по статьям уже принятого бюджета. Специалист также призывает позаботиться о накопительной пенсии, откладывая часть средств, дабы не зависеть лишь от социальных страхований и выплат СОДРы, а также, чтобы после ухода на пенсию уровень жизни ухудшился несущественно. Но это опять же зависит от того, есть ли у человека средства, которые можно было бы отложить. Получается заколдованный круг. Если сегодня человек живет плохо, он не может разорвать этот порочный круг и по достижении пенсионного возраста также будет бедствовать. В этом может помочь только политика правительства, способная уменьшить налоговое бремя для малоимущих, в том числе и введение прогрессивного налога. Для достойного проживания, считает экономист, необходимо получать тысячу-полторы тысячи евро на руки. А что думают по этому поводу жители нашей столицы? Ну если одному человеку, то тысяча двести евро на руки. Тысячу евро на руки. Тысяча евро точно. Как видим, нет надобности быть экспертом, чтобы на пальцах подсчитать, сколько нужно жителю нашей страны, чтобы более-менее достойно жить, а не существовать. Андрей Танин, Аудиос Андреяускас, Первый Балтийский канал.